Приглашаю первого атлета, я вижу, что судейская бригада готова. Под номером 8, номер 8, Фази Араш, Иран. Участник под номером 8 открывает категорию. Прошу приветствовать, Фази Араш. Представитель Ирана. Давайте поприветствуем нашего гостя. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами проект сильные знания.рф, онлайн-трансляция с Power Pro Show в Москву. Турнир любительская Мистер Олимпия. И мы сегодня начинаем с категории Мэнс Физик. И с нами Дмитрий Сильвестров. Ну ничего себе. И какой-то здоровый парень. Как дела, Дим? Как твое настроение? Как впечатление от сцены, от того, сколько сегодня народу понаехало? В белокаменную. Сказал, приезжий из Питера. Ну у вас камень, да. У вас действительно камень более серый. Под питерским небом. Но про Олимпию можно сказать всегда, что на Олимпии сцена отличается достаточно хорошим качеством. Хорошее освещение, замечательная расстановка. В общем, профессионал у своего дела. И это чувствуется команда. Конечно, набор участников и все остальное. Это уже совсем отдельный вопрос. Потому что сегодня у нас, можно сказать, разграбили и привезли к нам сокровищницу кувейцкой красоты в шортах. Как ты завернул-то? Я домашнюю заготовочку всю ночь учил. Ну я вижу, что ты подглядываешь в блокнотик. Да. У меня на руке написано. Ну сейчас вот презентация атлетов. Объявляют их имена наконец-то. Вчера не было представления по именам. Давайте послушаем, посмотрим. Второй российский атлет вышел на сцену. Пока из тех атлетов, которых мы увидели, явно наши ребят смотрятся лучше. Я не буду скрывать, что я болею, конечно, за них. Но выглядит достаточно уверенно. И сегодня свет явно получше на сцене. Саша Иванов появился. Питерский атлет. Показывает достаточно хорошую форму с индивидуальным таким позированием. В общем, видимо, он готовился. Явно готовился. О, у нас сменился. Поворачиваешь, вы как странно, ребята, меняетесь тут. Вот. Мой подопечный. Отворачиваешься, поворачиваешься, а тут уже бубликов сидит. Да, да. Я так понял, что их всех в одну категорию, да? Абсолютка. Не по ростовым. Нет, пока финалы, дальше будет абсолютка. Парень из Кувейта явно закончил балетную кувейтскую школу. Крутится на одной ноге. Аки Волчок. В радужных шортах. Да. Потому что я так понял, что будут судить всех 15 сразу в абсолютке. Не по пятеркам, да, там, с пятой по первой, а с пятой по первой оставлять будут. Я полагаю, именно так и будет. У нас две номинации, нет? Две получилось, как на этих самых, на Ростовке. Нет, на Ростовке две. Ростовок четыре штуки было. Так, вот все атлеты на сцене. Нет, Дыри ошибся. Сейчас посмотрим. Господа, пожалуйста, лицом к судьям. Ходит поворотом направо. Ну, в данной ситуации, учитывая не очень большое количество атлетов, сравнения достаточно простые. И они уже начались. Да, да. Я, естественно, переживаю Александра. Надеюсь, в этом сравнении он, может быть, даже и что-то выиграет. Ну, вот мы с ним общались, кстати говоря, за кулисами. И он мне сказал, что Павел Ферриборн, главный судья, очень жестко регламентировал то, как будут судить. То есть, очень не приветствуется жесткость и мышечность. Даже если где-то ты перенапряжен, сразу за 15 лучше. Ну, тут 15 просто нет. Ну, за шестерку, то есть. Тут 15 просто нет. И насчет жесткости и мышечности. Ну, здесь все жесткие мышечные. У меня просто очень сложно. Некоторые, да, некоторые водичку не успели подслить. Ну, вот смотри, если посмотреть Кувейцкий, который балетную школу закончил, да, как ты сказал. Вот он же мышечный, жесткий. Да. Вот где эта грань физиков от излишней мышечности к эстетике? Вот где эта грань? Мне кажется, до сих пор никто не представляет. Просто, да, все пытаются каким-то образом оправдать ту или иную вариацию судейства, да? Говорят, что он был мышечным слишком. Он был слишком жестким. А он не мышечный. Да. А он не жесткий. На мой взгляд, это должна быть гармоничная в общем внешность. Даже если ты достаточно хорошо развит, накачан, ты крупный, да? Но при всем при этом это выглядит эстетично. Это можно поместить реально на обложку журнала, и это интересно выглядит, то только в путь. Вот. И я считаю, вот критерии по поводу вот этих вот размеров мышечности настолько условная тема и мертвая, что даже может быть сантиметром мерить. Передук подмерил сантиметром, поверил в подкожный жир, и нормально. А может тогда им вообще не выходить, там, на бумаге подавать, там, сантиметром отмерить? Да, да, да. У вас идеальная пропорция. И у нас побеждает, да. Как обычно тебя спрашивают, а вот я росту, там, метр восемь, сколько я должен весить, да? Должно весить. И у нас в конкурсе мужчины, знаешь, как это, клише в такой, в картонное вступают, и там, так, сексапил номер восемь. Как в советском фильме старом. Кстати говоря, если у вас есть какие-то вопросы к нам, и к Дмитрию, может быть, например, можете писать нам в чате, мы на все вам будем отвечать, спрашивать, узнавать, спорить, ругаться, угрожать. Да, мы за диалог. Не вопрос, да. Будем угрожать, судим. По вашему заказу. Вот, это следующая категория у нас. По норвежски сдержанный паузинг, позирование. Нам нужно с тобой зачитать, скидки, 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 скидки. А, скидки. Прошу аплодисментов для этого человека. Страна Бьерн Даллина делегировала его сюда. Участник из Норвегии. Thank you. Next competitor number 64. Malta Ferrara Lucas, Brazil. Следующий участник под номером 64. Malta Ferrara Lucas, представитель Бразилии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Thank you. Next competitor number 84. Следующий участник под номером 84. Белоножская Эдуард, Brazil. Вот московский атлет Белоножская Эдуард. Хорошо себя зарекомендовал в ходе сезона соревновательного. Показывает отличную форму. Явно пропорции плеч и талии его внушают, внушают уважение. Вот. Преобразил свое позирование по сравнению с весенним сезоном и даже с некоторыми соревнованиями осеннего сезона. Поэтому смотрим, болеем. Спасибо. Thank you. Next competitor number 90. Al Arbash Mohamed Kuwait. Следующий участник под номером 93. Al Arbash Mohamed Kuwait. Al Arbash Mohamed Kuwait. Man's Physique, значит, тоже есть. Видимо, есть. Вот, видимо, есть. И очень много представителей арабских стран у нас сегодня соревнованиях. И в билдинге, и в физиках. Очень много арабов. Очень сильные они. Как я видел, там в постах, значит, у них есть новая категория в бодибилдинг, в джинсах есть. Да, видел такой, да. Так, друзья, ну что там, вопросы у нас какие-нибудь, может быть, назрели, не назрели. Так, спрашивают, выступит ли Андрей Гульназарян. Нет, не выступит. Он уже в этом сезоне отдыхает. Я думаю, что весну нужно будет пропустить. А вот осенью, я думаю, он всем покажет. Как говорил Никита Сергеевич Хрущев, Кузькину мать. Это вот у нас атлет из Испании. Да. Сауза Абель Карено. С таким красивым испанским именем. Вот. И не менее впечатляющей прической. Я тебе могу сказать, я мимо него проходил за кулисами и меня удивило, у него были глаза немножко подкрашены. Что ты можешь на это сказать? Ну, видимо, он подкрасил глаза. Что еще можно сказать тут? Кому не хватает выразительности мускулатуры, наверное, прибегают к различным... Кстати, да, чтобы отвлечь. Отвлечь. Да. Читаю. А это Валерий из России. А фамилия его Прокофьев. Прокофьев, а Валерий для меня является все-таки такой... Является для меня он темной лошадкой, но показывает хорошую форму, замечательные мышцы пресса. Спасибо. Мы увидели шестерку финалистов, и я приглашаю всю категорию на сцену. Please welcome. All category. Men's physique. 184. О, спортсмены, чей рост не превышает, до 84 сантиметров. Итак, у нас выставили всю шестерку. Сейчас тогда, наверное, Дмитрий ее представит по порядку. Да, у нас вся шестерка, короче, на сцене. На сцене у нас подали, так как это интернациональное соревнование, подали списки на английском языке. Я постараюсь вам с минимальным количеством искажений это прочитать. Knudsen Kugard Mikael. Это Норвегия у нас. Под 42 номером. 64 номер. Malta Ferrara Lucas. Бразилия. По-бразильски. Lucas. Как это так? Шипящим, да? Хорошо получается. Под 84 номером атлет из России, Белоножка Эдуард. Под 93 номером Алярбаш Мохаммад, курицкий атлет. Под 104 номером Сауза Абель Карена из Испании. И 112 номер у нас замыкающий в данном случае. Прокофьев Валерий, Россия. Ну вот у нас представлена шестерка. Заявлено, что будут давать карты. Вот у нас поступил вопрос в чат. Заявлено, что все победители абсолютных категорий получат про-карты. Так что мы сегодня с вами будем наблюдать рождение нового про-атлета российского. Да, да. И не одного. Спрашивали еще, кто комментаторы. Сегодня он комментирует Константин Бубликов и Дмитрий Селивестеров. Ну и Виталий Ложников. Он отошел на минуточку. Я думаю, он скоро там вернется. Еще я видел вопрос, был, как вам собрание судей. Совсем понял вопросы, честно говоря. Нас на собрание судей не приглашали. Да, да, да. Поэтому. Но в любом случае, всегда перед соревнованием проводится инструктаж судейский по критериям оценки, как судить, на что обращать внимание и за что снимать баллы. Это обычный инструктаж проводит главный судья соревнований. В данном случае это Павел Филиборн, который судит турнир мистер Олимпия. И вот сегодня он у нас тоже в гостях является главным судьей. Сегодня очень, да, очень представительная судейская коллегия. Да. То есть даже президент Айбиби, пожалуй, у нас. Да, Рафаэль Сантоха, да. Да, Рафаэль Сантоха. Поэтому, да, соревнование явно пытается набрать обороты. Если говорить про прошлогоднюю Олимпию, она была в этом смысле гораздо менее серьезная. А ты слышал, что сказал Сантоха, что в олимпийский вид спорта включили бодибилдинг в Америке. Это случилось в октябре, я так понял, что включили в олимпийский вид спорта. Я считаю, что это огромный успех для нашего спорта, для его популяризации. Мне одно только вопрос возникает. Если бодибилдинг включили в олимпийские виды спорта, что они будут делать с допинг-контролем? Так он есть на чемпионатах мира, его же проходят. Но по фитнесу? По физикам, по бодибилдингу. Почему? Многие проходят допинг-контроль. Многие проходят. Да. А многие не проходят. Приезжают и пробы являются отрицательными. То есть отряд чистый. На пептидах растут? Ну, не будем вглубляться в детали, но сдают, соответственно, анализ допинг-пробу и все хорошо. Так, у нас, тем не менее, номер 17 на сцене. Миртазай Мирай. Иран. Это уже не 17-й? Кстати, Дима обратил, что здесь категории немножко другие. Например, у нас нет 184 сантиметров. Тут есть. Ну, да, это, в общем, АФБ-правил, собственно говоря. У нас по-российским только несколько категорий, их меньше. Ну, нам бы ввести 184-то надо бы тоже. По-хорошему, да. Потому что высокие выходит по 50 человек. Очень большая. Вот, вот, вот. Спортсмен из Московской области. Кусанов Руслан. Неоднократный победитель абсолютный чемпионатом Московской области по бодибилдингу. В номинации «Мэнс Физик». Или пляжный бодибилдинг с чьей-то веселой руки. Хочется, когда пляжный, я слышу, хочется сказать, пляжный волейбол. Например, там. Вот, один из фаворитов сегодняшнего действия. Кулешов Николай. Абсолютный победитель Олимпии 2014. Любительской. То есть, прошлогодняя. А? Прошлогодняя Олимпия. Прошлогодняя Олимпия, да. Он стал абсолютным победителем. Но он довольно большой, не маленький, в общем-то. Он не маленький, но сразу видно, генетически очень одарен атлет. На него приятно смотреть на сцене. Ну вот, посмотрим, как в этот раз будут сидеть, потому что... Но улыбается мало. Вот, видишь. Почему-то он грустен. Она на обложку журнала. Хотя у него все данные есть для того, чтобы сейчас стоять и улыбаться. Ну а чего улыбаться? Извините, я санкции. Доллар растет, время тяжелое. Видимо, из-за малого количества атлетов категорию не очень сильно перетряхивали. Вот. Сверид Андрей у нас на сцене. Вот. Там было, собственно, пять вчера. Да. Все пять здесь перед вами. А была не очень многочисленная категория. Вчера вот в категориях я смотрел, было по 10-12 человек, не больше. Так, все атлеты выстроились в ряд. Ну и сразу видно фаворитов, на мой взгляд. Это 24, это 17 и это 9. Вот. Здесь тройка для меня очевидна. Ты его не назвал, по-моему? Назвал, назвал. Конечно, назвал. А, 78. 78, да, вон. Я 17-78. Ну, в данном случае... Я думаю, в данном случае, ну, Кулешов. Ну, наверное, да, потому что талия, плечи. Единственное, игры бы ему еще. Мне кажется, у него всякие вот игры. Ну, ножки-ножки отстают, но... Если брать общую картинку, на мой взгляд, он. Хотя нет, ты знаешь, может быть, они отстают. Ну, хорошо выглядит. Хорошо выглядит. Но чуть-чуть больше разворот нужно делать, да, во фронтальной позиции, чтобы показывать именно разницу между талией и плечами. Потому что эта разница есть, и она очевидна. Серьезная. Ну, вообще, на международных запрещают закручиваться. Запрещают талию закручивать. Всех ставят фронтально. Ну, не знаю, я при позировании всегда стою во фронтальную позицию. Потому что талия есть. Ну, просто я раскрываю спину, чтобы она была. А, то есть не бывает широкой талии, бывает узкие плечи. Ну, как бы, да. Нет, конечно, бывает широкая талия, бывает от природы узкие плечи. Но нужно понимать, что особенно в этой категории, да, у вас вот когда так мало времени на сцене, вы должны уметь управлять своим телом настолько, чтобы показать свои лучшие стороны. Да, да. Чтобы показать эти мышцы. Вы работаете так продолжительное время в спортзале именно для этого момента. Если вы выходите, вы не знаете, что с этим делать. Ну, лучше не выходить тогда? Ну, в общем, да. А вот уже и тюрьмой награждения у нас сейчас будет. У нас, у нас горят жареные вопросы в чате. Зачем они задницы выпячивают? Зачем они задницы выпячивают? Да. Они их выпячивают? Ну, нет, да, есть у некоторых атлетов такие... Может быть, это недостатка приседаний? Просто пытаются максимально, как бы, закинуть спину, прогнуть в пояснице для того, чтобы сузить именно поясницу и талию и расширить спину. Поэтому, соответственно, образуется гиперлордоз, который выглядит как выпячивание задницы. Грамотно. Ну, это реально так может выглядеть. Если ты, как бы, с постановочкой чуть-чуть ошибёшься, то создаётся такое впечатление. А вот у нас на сцене появилась замечательная заставка. А что, всех прогнали? Прошу вывести категорию на сцену для награждения. Прошу вывести категорию на первую категорию – «Мэнс физик». В церемонии награждения участвует президент Федерации. «Стоило отвернуться, и вот тут уже опять со мной вместо в обликах уложников». Да-да-да. Да-да-да. Устал стоять, спина затекла. Надо посидеть. Приглашать на сцену самых прекрасных женщин для того, чтобы награждать самых красивых мужчин. По мнению коллеги жюри. Какие прогнозы? Ну, определённо, определённо, определённо номер 57, на мой взгляд. Очень, очень выгодно смотрится. Царев Илья. Вот. Ну и вот, норвежская команда. Товарищ Нутсен получает премию за шестое место. Ну, что-то я его не вижу даже. Но, как бы, самого товарища Нутсена найти не удалось. А как это? Их шесть человек стоит? Их шесть человек. Шесть из шести. Видимо, как-то по дороге одного атлета потеряли или заменили на другого. Шестое место. Да ладно? Не, я считаю справедливо. И за широкой талии или слишком мышечный? Значит, там просто, ну, так, если гармонично брать, как бы, общую картинку, то он действительно. Ну, а как в целом тебе уровень категории? Уровень хороший. Все сочные такие. Но хотя было очень много ребят, которых отмели на предварительном судействии, на полуфинале. Которые, мне кажется, тоже очень хорошо посмотрели сейчас на сцене. Ну, ты отметил номер 57, а мне немножко у него талия не нравится. Широковато. У кого? 57 номер, который ты отметил. Ну, посмотри, посмотри, как он стоит. Он эстетичен. Он может, когда раскроет спину, талия уменьшится. На мой взгляд, именно сама разница между талией и шириной плеч, она не играет такой большой роли. Вот, ну, на мой взгляд. Она должна присутствовать, да? Но чисто по одному этому критерию нельзя судить и присваивать место. Ну, собственно, как я и сказал, номер 57. Да. Своих узнаешь в лицо. Ну, просто он очевидно здесь лучший. Что-то я, по-моему, ранил. Не понятно. И мы поздравляем победителя категории первой ростовой. Царева Илью. Я считаю, победа абсолютно заслуженная. Парень хорошо выглядит, не только физически. Общий образ. И на него приятно смотреть. От него хорошая энергия. Исходит улыбка открытая. Такая. Грациозен, как лань. Вот, получить приз от самого Сантохи, на мой взгляд, Ну, это дорогого стоит. Отчетно, да. Да. И какое же счастье, что, допустим, на той же самой Олимпе не выносят кучу пакетов от спонсоров мероприятия. Да, действительно приятно. Не отрезая ноги атлетам. Вот. Мы просто в прошлый раз очень много по этому поводу сказали. Это ужасно. Вот. Так что, господа, российские организаторы соревнований, смотрите и учитесь. Вот. Да. Нечего добавить. Вот фотография призера. Молодец. Я считаю, так у него в ходе сезона он не добивался таких прям успехов серьезных, высоких мест. Но прям я порадовался за парня. Ну, хорошо, что ты порадовался. Я все-таки немножко... Ты расстроился? Ну, немножко расстроен, да. Потому что все-таки мне нравится, когда узкая талия. Вы руку везли с удили? Да нет, нет. Просто мне нравится, когда узкая талия прям и узкий таз. А у него как-то широковато эта область. И... Да нет, я думаю, я сам фронталку расправить немножко спину. Да, нормально будет. Славится. Все-таки тут категория, да. Здесь очень важно именно пропорцию с ростом соблюсти определенную. Потому что смотри, когда очень широкие ребята, да, в низкой ростовой категории, то получается, что они больше широкие, чем высокие. Ну, тоже верно, да. Поэтому здесь вот... Важно вот в этой ростовке, как бы, в своем росте, в своем размере выглядеть гармонично, да. А не как там комод в спальне. Ну, а здесь ты кого в лидеры выделишь? Ну, я думаю, Прокофьев. Один из лидеров. Прокофьев, Белоножка и атлет из Бразилии. Вот под номером... Ну, вот, не получилось у меня угадать. На мой взгляд, он эстетичнее намного смотрится, чем даже... Чем испанец. Посмотри, ну, он так как с обложки, реально. Он на Мэнс Хиллф можно ставить. Ну, да. Испанец третий. Ну, тенденция хорошая. Наши ребята занимают места. Да, хорошо. Призовые и... В данном случае... Ну, тут сложно выбрать, да. Да, ну, Прокофьев. Ну, да. Если под арт немножко... Мне он еще вчера понравился своими плечами. Такие у него дельты, конечно, как ядра. Больше всего глаза. Если бы он немножко, как бы, встал немножко, вот, по эстетичной... Да, я думаю, он мог бы стащить. Ну, не знаю, у него и грудные такие мощные, прям... Прокофьев, молодец. Прокофьев, молодец, замечательный пресс. Ну, здесь я доволен, здесь вот мне прям по душе чемпион. Ну, ты любишь, что побольше? Ну, наверное, да, все-таки... Тебе это ближе, поэтому ты... Да, и плечи больше, и грудные у него больше. И даже голени у него больше. Ну, он вообще, у него видна... А он не Козоевский? Ну, слушай, вот тут я затрудняюсь ответить. То есть, похоже на Козоевских ребят. Ну, возможно. Они все такие широкие, ну, по... Именно по-бодибилдерски прокачанные. Ну, если посмотреть на профессиональных Мэнс Физик, они такие и все. Ну, для профессионального он слабоват, у него отсутствует... Ну, он, конечно, да, еще маловат. Но из данной шестерки он больше всего подходит. Ну, и Белоножки, нет. А Белоножки, как из какого-то комикса. У него какая-то инопланетная форма. Вот эти шарообразные дельты, прикрепленные руки. Массивные. Вот. Это он еще, мне кажется, подслил. Потому что я помню, он на других турнирах, как у него прописано, все было. Там, ну, просто... Порадуемся за еще одного атлета из России, который доказал всему Ближнему Востоку, получается. И некоторым представителям почти европейских государств. Второй участник Абсолютки. У нас не только женщины красивые, у нас ребята крепкие и эстетичные. Уже два участника Абсолютки определились. Остался третий участник Абсолютки. Они уже будут бороться за прокарту. Ну, да. Вот тут вот. Ну, вот эта категория, по мне, так самая слабая. Мало того, что она самая малочисленная, пять человек всего. Ну, учитывая просто ограничения весовые, здесь очень сложно набрать тот вес. Понимаешь, вот этим ребятам с их ростом, да? Им мясо же на них нарастает. Представишь, сколько мяса нужно? Ну, я сам 190. И выступал в классике. Я знаю, что это такое. Но, тем не менее. На мой взгляд, я сейчас болею за Кулешова, откровенно скажу Николая. Мне кажется, здесь он лучший. Ну, сейчас увидим. Николай решил не изменять себе, и там опять в голубых шортах. Ну, хорошая форма, очень узкая талия, вот что мне в нем нравится. Единственное, что когда позировал сзади, он как-то спину сжимал, а не раскрывал. Ну, вот сейчас из оставшихся двух мне очевиден победитель. Не знаю, настолько ли он очевиден судьям остальным. Да, 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 да. И вновь мы поздравляем атлета из России. Николай Кулешов таки затащил свою номинацию. Теперь его дорога будет лежать в абсолютку. И, возможно, он станет двухкратным победителем Олимпии и профессиональным атлетом. Получит прокарту в результате этого. Будем болеть за него. Да, очень эсетичен. Он спрогрессировал по сравнению с прошлым годом и во многом благодаря позированию, потому что у него всегда была проблема с позированием. Как в прошлом году, так и в весеннем сезоне. Он поработал над своими ошибками и сейчас он выглядит намного лучше. Намного эсетичней. Фото с тренером-чемпионом Екатерина Абрамова. Она также является тренером проекта «Сильные знания». И вы в ближайшем будущем будете иметь возможность тренироваться под ее руководством. Сайт сильные знания.рф. Я считаю, у Николая большой потенциал, в том числе и на про-арене. Конечно. Он будет выступать, особенно типаж. Ну, это человек с обложки реально. Действительно, создаются впечатления модельной внешности такой. И все в нем гармонично. И внешность, и форма, и узкая талия наконец-таки. Вот это вот меня радует. И что тут после этого говорить про русских физиков? Пожалуйста. Отличный образец. Эстетичность и одновременно хорошей формы. Да. Главное, чтобы это не потерялось при переходе в про. Ну... Насколько я знаю, он умеет тренироваться и делает это... Уже много лет. У нас ждет абсолютная категория. Достаточно интересная, потому что сложно действительно сказать. Абсолютно действительно самое интересное на турнире. Действительно заслуженные победили сейчас атлеты. Которые были в каждой Ростовке. Но достаточно разные они все равно. Не только в Росте, но и вот по типажу разные. Как говорит наш ведущий, please welcome. Но please welcome здесь даже некому говорить. Потому что вся абсолютка состоит из российских ребят. Да. Это наше достижение. Этому надо порадоваться. Отрадно. Ну, в силу роста Николай выглядит и здесь лучше всех. Да. Хотя вот... Ну, Прокофьев показывает... Большой такой прям. Мясной. И больше он похож на про. Ну, по эстетичности, конечно. Молодцы. Ребята все... Все трое в отличной форме. Радует. Так, так, так. У нас начинаются перемены. У нас начинаются сравнения. Крутят атлетов справа-влево. И сейчас мы получим абсолютного победителя. В номинации Мэнс Физик. Вот. И обладателя про-карты. Обладателя про-карты. Хотя вот не во всех категориях набиралось 15 человек. Насколько я знаю, чтобы получить про-карту, нужно, чтобы в категории было минимум 15 человек. Дюбилдинг. Собственно, в чем мы и не сомневались. Николай становится победителем Олимпии. Вот. Бай, поздравления. Действительно заслуженная победа. Замечательная форма. Одним профессионалом больше стало в России. Мне нужно забирали. Для Коля уже стал, наверное, домашним практически турниром Олимпия. Он приходит, ему здесь благоволит судьба всегда. КОНЕЦ КОНЕЦ